На улице зима. В бассейне фитнес-центра Европейский, который полтора года назад открылся в Твери на улице Левитана 48 в Южном, всегда лето. В воскресенье здесь прошли соревнования для юных пловцов «День кролиста». Название созвучно с символом наступающего 2023 года, но объясняется просто. Кроль – самый быстрый способ плавания и, пожалуй, один из самых популярных. Второй год мы уже проводим соревнования для ребятишек. Сразу было настроено на то, что у нас ребятишки будут, пускай они не будут суперспортсменами, но все будут уметь плавать так, как нужно, по правилам. О том, как это важно – уметь плавать, держаться на воде и не растеряться в экстремальной ситуации – одна из участниц соревнований убедилась на собственном опыте. Об этой истории рассказала мама юной спортсменки. Мы поехали на речку, на речке случился очень неприятный инцидент, ребенок чуть не утонул, и мы подумали, что нужно обязательно научиться плавать, потому что это очень важно и необходимо, в первую очередь, для ребенка, в первую очередь, для ее безопасности, в первую очередь. Ну и, конечно, это спорт, это красивая фигура, это красивая осанка, это здоровье. Всего День кролиста собрал на 25-метровых дорожках более 100 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 12 лет и старше. Все они занимаются плаванием в бассейне «Европейский». Несколько девушек перешли сюда вслед за тренером из бассейна «Пролетарка», который был закрыт на ремонт. Мне очень нравится, тренера сильный, эмон хороший, вроде никто никого не обижает. Все хорошо, все нравится. Красиво все тут. Прекрасный бассейн, все хорошо тут. Можно сказать, что эти девушки – опытные спортсменки. Они разыграли награды на дистанциях 50 и 100 метров. Самые юные мальчики и девочки 5-8 лет показали, чему они научились в заплывах на 25 метров. Для большинства из них это были первые соревнования в жизни и первые победы. Мне папа сказал, что плыви расслабленно, а я не послушала папу и не плачула расслабленно. Я начала плыть быстрее и впервые всех приплыла. Говорят, что соревнования по эффективности заменяют сразу несколько тренировок. Дух соперничества и повышенный адреналин никто не отменял. Здесь нужно не только продемонстрировать свои навыки и физическую форму, но еще справиться с нервами, преодолеть себя. Немного волновалась, было страшно, но главное, что победили. На протяжении всех соревнований юных пловцов эмоционально и шумно поддерживали самые преданные болельщики – мамы, папы, бабушки и дедушки. Зачастую они выступили и в роли самых объективных экспертов. Например, Вячеслав Петров после заплыва даже немного покритиковал своего внука. Вы еще так болели, страстно, доволен, как проплыл внук? Не очень. Почему? Что не хватило? Техники. Надо больше заниматься? Да, именно техника, осваивать технику, вольную силу и другими видами плавания. Тогда получится. Добавим, в бассейне европейский для подготовки начинающих пловцов созданы все условия, в том числе и в плане безопасности. И это мнение как юных спортсменов, так и их родителей. Высокого класса комплекс. Чистый, новый бассейн. Все аккуратно, достойно. Нравится. Очень хорошие тренера. Отличный бассейн. Хорошая раздевалка. Все супер, в общем. По итогам соревнований в младшей, средней и старшей возрастных группах определились обладатели 14 комплектов наград. При этом подарки получили все. Соревнования прошли накануне Нового года и без главного зимнего волшебника, конечно, не обошлось. День марта! Ребята, я вам в Новом году желаю счастья. Самое главное – это здоровье. Вы спортсмены, вы молодцы. Идите к своим целям и будьте такими же красивыми, бодрыми и здоровыми, какие вы сейчас. Поздравляю вас с ней еще раз. Дед Мороз вручил не только спортивные награды и новогодние подарки, но и показал юным пловцам мастер-класс «Нырнув в бассейн». Это был экспромт, не запланированный в сценарии. Но дети и взрослые были в восторге. Теперь они могут рассказать всем, что участвовали в заплывах с Дедом Морозом. Таких соревнований еще не было нигде и никогда, только в бассейне фитнес-центра «Европейский».